Как писать музыку на компьютере? Первое, что нужно, это MIDI-клавиатура, либо синтезатор, либо электронная пианино, имеющая выход USB к компьютеру. Второе, это нужна программа Cubase, в частности, на Root Tracker можно ввести Cubase Portable. Чтобы ничего не устанавливать лишнее, скачать портабельную версию, которая работает без установки. Дальше, так как эта версия портабельная, то к ней потребуется ASIO, по-моему, драйвер называется. Вот, к примеру, первый попавшийся, это Flex ASIO, можно тоже из интернета скачать через поиск. Иначе, у MIDI-клавиатура, ну и вообще звук не будет идти. Дальше, значит, в Cubase, вот я его сейчас запущу. Допустим, мы подключили MIDI-клавиатуру через USB, создали пустой проект. Тут мы, вот в этом месте, вот, кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем левый инструмент трек. Ну, у меня достаточно такого инструмента, как PinoTec 6. Это рояль. Значит, по поводу ASIO вот это, вот он Flex ASIO. Стандартный ASIO драйвер, он не работает корректно в моем компьютере. А это работает нормально, с небольшой задержкой в 20 миллисекунд. Чем меньше задержка, тем меньше разница в миллисекундах между временем нажатия клавиши на клавиатуре, на синтезаторе, на MIDI-клавиатуре, и исходящего в компьютере звука от данного инструмента, вот в частности от PinoTec. У меня сейчас MIDI не подключено, но вот тут есть виртуальная клавиатура. Так звучит это пианино. Вот здесь его настройки, вот здесь сидит инструмент. Ну это для написания классической музыки, для около классической музыки в стиле минимализма. Я, как правило, этого инструмента, как я уже говорил, достаточно. Скачиваться он с того же трекера. Здесь нужно будет ввести VST No Install Ну и скачивать любые инструменты. Плагины для обработки не нужны. Вот нажимаем сюда на виртуальные инструменты синтезатора. Х60 здесь можно любые скачивать. Вот этот Cubase, который я скачал, новый инсталл, он 32-битный, то есть X86. Соответственно, те инструменты, которые идут в X64, они не подойдут 64-битные для данного Cubase. Cubase более новых версий, 6, 7, 8, 9, 10, там он, я читал в описаниях, достаточно глючная версия выходит. А здесь 5-й портейбл, он адекватно работает, уже много лет им пользуюсь. Ну, соответственно, нужно вот эти X86 скачивать, смотри. Ну, в инсталл это значит, что не надо устанавливать эти инструменты. А там есть либо быстрый установщик, либо просто копируем в соответствующие папки. Ну, вот берем, вот он, пенотек, допустим, скачали. Видите, тут на диск-ц заходим. Ну, сначала он распаковывается, он будет в таком архиве. Вот он, архив уже распакован. Вот есть link install, но он может некорректно установиться. А здесь просто заходим. Если мы знаем, что нам нужна 32-битная версия, соответственно, копируем из Program Files. На диск, где у вас установлено Windows и есть папка Program Files 86, копируем вот эти две папки туда. и в папку users-пользователи, current user, как вы там называете, я не знаю, Степа Лиходеев, допустим, updata, roaming и вот этот modern туда, папку копируем по соответствующему пути. У вас тоже на этом диске, где Windows установлена, должна быть папка пользователей. И всё, и он, по идее, должен в Cubase появиться. Вот там же, как у меня. AddInstrument Track и AnoTag. Что ещё? Значит, здесь по умолчанию может быть не включена вот эта кнопка Record Enable. Нужно её включить. И тогда можно начать запись. И уже мы играем на клавиатуре. Но так как у меня клавиатуры нет, я наиграю здесь. Нет, здесь он не будет записывать. Здесь надо играть. Поэтому октаву выбираем. Всё, значит, мы запись сделали. Теперь мы выбираем, ну, если вы записывали полностью свою музыку, то вы выбираете полностью, а я так, чтобы быстрее конвертировать всё это, все эти ноты в mp3-файл, вот я выберу кусочек. Дальше нажимаем файл. Export. Radio Mixdown. Обзываем как-то свой файл. Там, сочинение или музыка 1, допустим. Выбираем папку, куда ну, допустим, на рабочий стол. Выбираем битрейт. Допустим, 320. Выбираем MPEG-3, mp3. И нажимаем экспорт. Всё, у нас появился... Появилось наше сочинение в mp3 формате. Вот его можно прослушать. Далее, что ещё рассказать. Вот это полный цикл написания музыки. По поводу этой самой программы. Вам понадобится... Значит, вот это точное меню понадобится. Plugin Information. И здесь VST 2 Plugin Puffs. Это плагины, это как раз инструменты. VST, которые мы устанавливаем. И нужно будет прописать на диске, где Windows, вот такой путь. Ну, add. И заходим вот в эту папку, указываем ее. И тогда он будет те инструменты, которые вы туда скопировали, находить. Нажимаем OK и нажимаем Update, Plugin Information, Update. Не помню, какой из этих двух кнопок он тогда их... Он чуть задумался. Наверное, ищет. Но он, в общем, находится, эти инструменты тогда и... Вот, всё нашёл. И появятся у вас те инструменты, которые в этом меню, которые его установили. Вот в данном случае P&Tec я установил, он тут есть. Девайс Setup, если вы установите несколько ASIO драйверов, то можно выбрать какую-то из них. Какие-то более корректно работают. Например, некоторые блокируют звук других программ. Ну, другие все звуки оставляют звук только за QVS. Но это Flex ASIO не блокирует. Что ещё? Сохраняем проект. Я уж не знаю, как вы там назовёте его. И у вас будут и ноты. Вот это ноты. Не помню, где они тут вызываются. Но тут они квадратиками обозначены. Которые вы всегда сможете открыть и будешь. и готовые MP3 файл, которые можно будет прослушать. Ну, вот я накачал. Разные инструменты VST. Есть, допустим, интересные инструменты, которые не идут, но можно использовать для Ambient, это вот Sonic Change Simplant. И для электронной музыки очень интересный инструмент. Ухе Sync Bundle, неважно какого угодно, устанавливается. Там несколько инструментов особого внимания. Но они все интересные. Бразиль, Diva, Hiva, Repro 1.5, Zebra 2. И к ним же можно скачивать кучу готовых пресетов. То есть вот этот один зебра, то есть зебралет. Он неисчерпаемый источник. Ухе. То есть, ну то я сказал, ухе Sync. Неисчерпаемый источник разного рода инструментов для написания электронной музыки. Там их тысячи и тысячи. В общем-то все, чтобы голову лишним не забивать, а с остальным можно постепенно самому разобраться. По умолчанию Virtual Keyboard не включен, но его нужно будет девайс Virtual Keyboard. Вот и уже. Если можно нажимать на кнопки. Вот здесь громкость регулируется. Это клавиша записи. Клавиша. Тут все интуитивно понятно. Проиграет. Обязательно нужно вот этот диапазон указывать, который потом будет экспортироваться в MIDI-файл. Ой, в MP3-файл. Иначе он не создаст MP3. Вот, например, можно целиком. Ну, на этом и все. На этом и все. . Эй, дошли. Какая, ул. Ага. Ага. Переком. Ух, ул.